Итак, дорогие друзья, я рад вас всех приветствовать. Напомню, что у нас на этой неделе стартует набор в два вип-канала. Первый вип-канал посвящен только скриншотами и составочками, да, соответственно, ценовая категория на нее 3000 рублей. Перед вами сейчас на ваших экранах, да, появится статистика по прошлому месяцу, соответственно, там будут бонусы, да, то есть мы сделали, решили сделать скидочки, соответственно, при покупке, да, на полгода. В общем, вся эта информация будет в моем телеграм-канале, ссылочка на телеграм-канал будет в описании под этим выпуском. И также в закрепленном комментарии. И второй телеграм-канал, который посвящен чисто разборам, да, цена туда 800 рублей, тоже сейчас статистику здесь на экране покажу. Соответственно, там в разборах я делаю, точнее, разбираю полностью весь турнир, да, с первого по последний поединок, каждый турнир UFC, ну и, соответственно, также на турнир ACA. В общем, на этой неделе, соответственно, в этих вип-каналах будет разобран полностью весь турнир ACA и, соответственно, полностью весь турнир UFC. Ну и, соответственно, ставки с скриншотами также будут опубликованы во второй вип-канал. В общем, если вам это все интересно, переходите ко мне в телеграм-канал, там вся информация, пишите менеджеру и погнали. В общем, ребят, также хотелось немножко пройтись по прошедшему турниру UFC 282 и затронуть такой поединок, как Магомед Анкалая, да, против Яна Блаховича. Все-таки очень много разговоров ходит, да, вокруг этого поединка. Кто-то считает, что Магомед выиграл, одержал победу и должен был стать чемпионом, да, но, как вы все знаете, для тех, кто не в курсе, я скажу, да, что в этом поединке судьи не смогли выявить фавориты и поставили ничью. На мой взгляд, вопрос сложился лишь только в том, кому же все-таки отдали первый раунд. Но на мой взгляд, опять же, да, по моему сугубо оценочному досуждению, по моему видению, я лично заметил, что первый раунд, по моему мнению, повторюсь еще раз, первый раунд Анкалаев забрал. Да, второй, третий отдал, понапропускал много ударов, ему отбили ноги, но пятый раунд вообще 10-8, четвертый раунд, соответственно, Анкалаев также уверенно забрал, да, поэтому, ну, на самом деле, мне кажется, это очень бредовое решение, да. Один из судей, который, Салдамата, по-моему, этого парня, именно так звать, да, который, блин, выставил 47-47 оценки. Ну, в принципе, объективно, с его точки зрения, если он увидел, что первый раунд забрал все-таки не Анкалаев, да, а Блахович, то первый, первый, второй, третий, 10-8 на сторону Блаховича, и четвертый, и пятый, и пятый, тем более, 10-8, точнее, неправильно я сказал, 10-9 первые три раунда за Блаховичем, и, соответственно, четвертый раунд 10-9 на сторону Магомеда Анкалаева, и пятый раунд 10-8, то здесь, в принципе, да, типа ничья. Но по факту, не знаю, опять же, все упирается в первый раунд, но лично, на мой взгляд, я считаю, что Анкалаев забрал этот поединок, даже сам Блахович после поединка сказал, что отдайте пояс все-таки Магомеду. Но, к сожалению, не знаю, политика это или нет, ребят, но, как говорится, мы имеем то, что имеем по факту. Вот, ну и что касается поединка Пэдди Пимблета против Джарда Гордона, тоже очень много вопросов. Мы, кстати, проводили стрим на этот турнир, на стриме я дал 5 плюсов, 2 минуса, соответственно, считаю, что неплохо отстримили, да, надо было все-таки на один из крайних, скажем так, боев на Пэдди Пимблета не лезть, но я почему-то решил на него газануть в лайве, да, ну и, соответственно, немножко прогадали, потому что в лайве я предлагал забрать его досрочно. В общем, по прилимам мы там отлично отработали в лайве, поэтому, ребятки, на стрим обязательно, кстати, приходите. Следующий стрим, если будет все по плану, ребят, следующий стрим будет на турнире SE 149 уже на этой неделе, в пятницу вечером, в удобное для нас время, поэтому будем смотреть турнир, будем стримить, лайвить и, как всегда, поднимать кэш. В общем, UFC 282 выдался, конечно, таким интересным, там, по-моему, только два поединка дошли до решения, все остальные до срочки, хотелось бы также подчеркнуть уверенную победу Элита Пури и ребят, которые писали, что скриньте, скриньте, Митчелл его сделает, Митчелл его переедет, схавает там и бла-бла-бла-бла-бла-бла. Я сейчас ни в коем случае не выпендриваюсь, потому что здесь мог победить как один, как и другой, но на самом деле мне приятно, что я смог предугадать исход этого поединка и в качестве победителя я выбирал Тапурию, вы можете посмотреть ролик на моем YouTube-канале и сделать какие-то выводы. В общем, Тапурия действительно показал, что он танк, самый, что ни на есть, настоящий, поэтому пожелаем ему здоровья, да, в дальнейшем и красивых, ярких, досрочных, самое главное, побед. В общем, ребят, заговорились мы, сегодня у нас на повестке дня разбор турнира UFC Fight Night, главный бой вечера, соответственно, это Стрикланд против Стрикланд, против Кананье, его мы обязательно разберем, но не сегодня, в сегодняшнем выпуске мы поговорим о поединке, который будет интересен огромной части фанатов постсоветского пространства, потому что будет, в этом поединке будет принимать участие, соответственно, Даниэр Исмагулов, да, и на этот раз его оппонентом становится Армад Царукян. В общем, как всегда, здесь есть о чем поговорить, поэтому разберем бойцов, поговорим про их бойцовские карьеры, ну и, конечно же, будем искать варианты для сталк, погнали к разбору. Ну и, соответственно, давайте начнем этот разбор с Арман Царукяна. Это базовый вольник, который в качестве профессионального спортсмена дебютировал в 2015 году, был чемпионом организации MVP, ну, там, Fighting Pankration, организация, где, кстати, успел защитить свой чемпионский поезд, да, в Лиге 70, по-моему, также, если не ошибаюсь, выступал, причем удачно, ну и, соответственно, подписал в 2019 году он контракт с сильнейшим промоушеном мира с UFC. В общем, в дебюте встретился сразу же против Ислама Махачева, в нынешнее время это действующий чемпион в легкой весовой категории, и проиграл ему, ну, скажем так, в конкурентном поединке. После этого была победа над Обин Мерсье, дальше встретился против Дэви Рамоса, которого победил решением судей, после этого был поединок против Мэтта Фриволы, который сейчас, на данный момент, по-моему, второй раз подряд шел андердогом и затащил, причем досрочно. После этого Гьягаса прошел, да, встретился против Юля Альвареса, его финишировал, и, получается, свой крайний поединок, это был главный бой турнира UFC Fight Night, встретился против Гэмрата и проиграл тому раздельным решением судей. Очень много было вопросов, очень много было сообщений, комментариев о том, что подзасудили UFC, это что за бред, но, ребят, я думаю, вы понимаете, сейчас в этом году UFC выдает какие-то просто бешеные булл-щиты, куча булл-щитов мы с вами видели, да, сейчас я про них все не буду говорить, но по факту вот решили, что судьи, да, разделились и решили, что Гэмрат все-таки смотрелся лучше, ну, лучше так лучше. В общем, переходим к бойцовским качествам, да, Царукьяна, здесь тут подчеркну, что это разносторонний боец, в первую очередь, во вторую очередь, конечно же, это боец, который больше старается работать в борьбе, у него действительно крутые по таймингу тейкдауны, хороший контроль в партере, хорошая защита от тейкдауна, то есть в борьбе это действительно очень и очень физический и технически очень сильный боец. Что касается Стойкина, мы видим, да, что он от боя к бою, да, прогрессирует, набирает в этом компоненте, нельзя назвать, конечно, его каким-то жестким там нокаутером или каким-то жестким ударником, но в целом можно сказать, что это хороший сбалансированный боец. Если мы берем его кардио, то мы видели его на дистанциях в 3 по 5 и здесь никаких проблем у него в аспекте функционалки я не вижу. И переходим мы к сопернику Армана Царукьяна, это Дамир Исмогулов, боец, который за плечами имеет серьезную любительскую карьеру, он был, ну, точнее, не был, у него есть, да, заслуги, он мастер спорта по армейскому рукопашному бою, да, и также просто по рукопашке, по-моему, даже по универсальному бою он тоже мастер спорта. В общем, бился он в России, да, в таких промоушенах, как Алаш Прайд, где был, кстати, чемпионом, выиграл гран-при, да, соответственно, также дрался в промоушне M1 Challenge, который в то время, когда Дамир там выступал, действительно был, скажем так, на хайпе, там была куча просто потрясающих спортсменов, ну и, соответственно, в какое-то время, точнее, через какое-то время он подобрался к статусу претендента на чемпионский пояс, ну и, соответственно, пояс он выиграл в M1. Кстати, стоит подчеркнуть, что встречался он в M1 с хорошими спортсменами, такими, как Тутараули, да, которого выиграл, ну и, соответственно, был поединок против Домковского, в то время это тоже, кстати, потрясающий белорусский кикбоксер, отличный, сейчас он выступает в ASE, но в любом случае сейчас, конечно, у него возраст уже такой, что, наверное, не сможет он, да, такие, не может он выдавать именно те бои, которые он показывал в M1, но Домковский это потрясающий боец, очень добрый такой, дружелюбный парень и всего ему, как говорится, самого наилучшего. В общем, в 2018 году UFC подписали, соответственно, да, из Могулова, где он потихонечку начал набирать обороты, сейчас, кстати, в UFC он никому не проигрывал. Ну, если говорить о нормальной оппозиции, ну, я имею в виду о тех бойцах, которых вы хотя бы немного знаете, то это Юль Альварес, которого Домир победил, дальше был поединок против, соответственно, Тяга Мойзеса, это выходец из Бразилии, который сейчас живет в Америке, ну и, соответственно, Мойзес, черный пояс по бразильскому джиу-джитсу, но, в принципе, Домир ему шансов не оставил. Также бился против Рафа Альвеса, ну, Рафаэля Альвеса, да, которого победил решением судей, по факту, да, там были, конечно, опасные моменты, там Альварес, по-моему, потряс из Могулова в первом раунде коленом или во втором, но в любом случае, из Могулова отлично отработал в борьбе и забрал тот поединок. Ну, и, соответственно, крайний свой бой Домир провел против Гурама Кута Теладзе, одержав победу раздельным решением судей, очень крутой поединок, очень зрелищный, ну, и, соответственно, в стоечке там из Могулова смотрелся поинтереснее, ну, и, соответственно, судьи решили все-таки, да, склониться, так сказать, большинством именно в его пользу. В общем, переходим к бойцовским качествам, да, из Могулова здесь стоит подчеркнуть, что это также разносторонний сбалансированный боец, он может и в стойке очень грамотно отработать. В стойке у него, кстати, очень крутой джеб, которому наносит действительно очень серьезные повреждения своим оппонентам, то есть, если вы посмотрите на крайний поединок из Могулова, да, против Гурама Кута Теладзе, то вы увидите, что все лицо практически разбил Дамир своему оппоненту, как раз-таки благодаря джебам, но и также стоит подчеркнуть, что комбинационная работа на руках у него тоже хорошая. Что касается его борьбы, защита от борьбы действительно на высоком уровне, как, в принципе, и сама борцовская работа, скажем так, я имею в виду это тейкдауны, да, и контроль в партере. В общем, здесь вот по этим аспектам у меня такие мысли. Что касается его кардио, опять же, да, если посмотреть на дистанции 3 по 5, то проблем у него особо каких-то серьезных не возникает. Ну и, соответственно, ребят, переходим к прогнозу этот поединок. Давайте взглянем на котировки букмекерских контор. Здесь фаворитом у нас идет Арман Сарукян за коэффициент 1,5, в то время как Дамир Исмагулов идет, ну, в среднем, за 2,6. В принципе, букмекеры... Сейчас я попробую, да, объяснить, почему букмекеры видят именно такие котировки, выстрелили их вообще в целом, да, поэтому, как всегда, пробежимся по ключевым аспектам. Ударка, борьба, кардио и оппозиция. В плане оппозиции, конечно, Арман Сарукян выигрывает, потому что, ну, по-хорошему, если посмотреть оппозицию Дамира Исмагулова, то, в принципе, топовых бойцов там не было, именно те, которые сейчас находятся в топе, да. Ну, за исключением Тиаго Мойзеса, который, ну, как-то сейчас, в последнее время, что-то совсем делает непонятно что. Ну, Гурам Кутателадзе, это хорошая, кстати, оппозиция. Кстати, Гурам Кутателадзе встречался против Гэмрата, тогда Гэмрату отдали, по-моему, раздельным решением судей. Но, а, нет, путаю, путаю, путаю. Ребят, наоборот, Кутателадзе отдали раздельным решением судей, то есть, тогда Гэмрата засудили, но, по факту, там, Гэмрат уверенно выиграл, и почему судьи решили сделать именно так, для меня непонятно. То есть, по факту, если посмотреть, да, с кем встречался Зарукян, то, опять же, это Дэви Рамос, это хорошая оппозиция. Мэтт Фривола, это хорошая оппозиция. Обин Мерсье, это, кстати, подчеркну, что Обин Мерсье, да, это боец, который в настоящее время является финалистом Гран-при ПФЛ и, соответственно, чемпионом этого промоушена. То есть, ну, опять же, да, надо понимать, что это хорошая оппозиция. Ну, и, соответственно, с Исламом Махачевым, Махачевым, Царукян очень крутой бой показал, мне понравилось. То есть, ну, конкурентный был поединок в любом случае. Поэтому отсюда я делаю выводы, что, в принципе, в, скажем так, в оппозиции я бы поставил где-то, ну, 55 на 45 в пользу Армана Царукян. Идем дальше, это кардио. Ну, этот аспект, в принципе, здесь можно сказать, что бойцы идентичны, да, то есть знак равенства можно смело ставить, говорить, что там кто-то из бойцов лучше, кто-то хуже, да, потому что, ну, многие сейчас могут подумать, что у Смогулова кардио, есть в кардио проблемы, потому что в поединке против Кутателадзе он там подустал, но нужно не забывать, сколько медлов Кутателадзе пробил и Смогулову, и сколько, и там, кстати, большой процент был попаданий. То есть, соответственно, когда тебе лупят с ног в корпус, я думаю, что те ребята, которые меня сейчас смотрят, кто удары такие пропускал, они понимают, что хочешь, не хочешь, какой бы у тебя там железное кардио не было, ты в любом случае будешь подсаживаться. И все равно при этом и Смогулова в третьем раунде смотрелось хорошо, поэтому я думаю, что здесь можно поставить знак равенства. Что касается борьбы, вот здесь очень все близко, очень все спорно, да, возможно, небольшое преимущество, поскольку все-таки Царукьян является базовым борцом, оно у него будет, опять же-таки, возможно, но сыграет ли это здесь ключевую роль, то есть сможет ли Царукьян переводить Смогулова в партер, сможет ли он его там контролировать, ну, не знаю, ребят, для меня это большой-большой-большой вопрос на самом деле, то есть если Исмогулов отзащищается, то будет проходить в стойке, опять же, в борьбе дам преимущество на сторону Царукьяна совсем небольшой, да, то есть, ну, типа, примерно 51 на 49, и в стойке наоборот сделаю, то есть Исмогулова дам предпочтение в процентовке 51 на 49, то есть, ну, примерно вот такой вот здесь у нас поединок получается, то есть, по факту, все те, кто меня давно смотрит, они знают, что если поединок близкий, если, ну, я имею в виду, если я вижу близкий, да, поединок, то я всегда буду смотреть в сторону андердога, здесь у нас андердогом идет Дамир Исмогулов, по факту шансы есть у него выиграть, да я думаю, что есть, а почему бы нет, то есть, в принципе, если ему хватит той защиты, тех защитных навыков, которые у него есть для того, чтобы отзащищаться от борьбы Царукьяна, то, в принципе, у него есть хорошие шансы в стойке перестрелять, потому что, лично, как мне кажется, в стойке все-таки чуть-чуть будет Исмогулов должен, по крайней мере, выглядеть интереснее, да, но если вдруг у Царукьяна будет получаться борьба, если он будет переводить где-то, сидеть там за спиной, контролировать за спиной, разбивать, находясь за спиной, да, там, ноги отбивать, например, Исмогулову, ну, и по факту набирать очки, то у него также есть хорошие шансы на то, чтобы одержать победу в этом поединке. В общем, выбирать здесь фаворита, ребят, не знаю, я очень долго думал, и по факту я нашел, в принципе, ставочку, которая, мне кажется, имеет место быть, это полный поединок. То есть там коэффициент на полный бой, ребят, 1.55. Это точно такой же коэффициент, примерно, как Нормана Царукьяна. То есть, по факту, если Царукьян, после своего крайнего поражения от Гэмрата, если он не сдался, ну, я имею в виду не то, что не сдался, если у него еще есть желание идти к чемпионскому поясу, есть желание, скажем так, продолжать тренироваться максимально жестко, конкурировать с жесткими парнями, и дальше, в принципе, в целом развиваться, то я думаю, что шансы на победу у него немножко больше. Поэтому, опять же, букмекеры выставляют здесь близкие коэффициенты, здесь все может быть. Сейчас уже просто сидишь вот так, берешься за голову и думаешь, а не засудят ли кого-то там на UFC. То есть, по факту, оба бойца... Почему я выбираю ставку полный бой, ребят? За такой же коэффициент примерно, как и на Царукьяна. Потому что, еще раз повторюсь, оба бойца крепкие, оба бойца сбалансированы, и оба готовы работать на протяжении всей отведенной дистанции. То есть, ну, по факту, Царукьян, да, он там финишировал Альвареса, он там финишировал Гьягаса. Но эти парни, они, конечно, хорошие, но у каждого есть проблемы там либо с защитой от тейкдаунов, либо с кардио, как у Гьягаса. То есть, по факту, я считаю, что этот поединок, скорее всего, продлится именно всю дистанцию. От этого мой выбор падает как раз-таки на ставку полный поединок. В общем-то, друзья, вот такое вот у меня мнение на этот бой. Интересно послушать, что вы думаете. Пишите в комментариях, за кого будете болеть. Пишите в комментариях ваши прогнозы, как вы видите, кто же все-таки одержит победу в этом поединке, или вообще, в принципе, как пройдет бой. В общем, все, 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 все. Пишите в комментариях. Также не забывайте подписываться на мой YouTube-канал. Обязательно прожимайте колокольчик, прощаться. Всем пока и хорошего дня.